Рождаемость количества браков и разводов в Саровском отделе ЗАГСа подвели итоги года. Мы в ответе за тех, кого приручили. Саровчане ищут пути решения ситуации вокруг приемника для бездомных животных. Надежды саровского спорта. Воспитанники Дюш-Шикар вернулись с медалями с областных соревнований. Раньше на этом месте была асфальтированная площадка и металлическая детская горка советских времен. Совсем недавно здесь появились спортивные уличные снаряды, кольца и перекладины. И это вызвало негодование жителей двора, особенно родителей маленьких детей. Они рассчитывали, что во дворе поставят детскую игровую площадку. В итоге получилось у нас, вы сами видите, спортивный комплекс непонятно для кого. Потому что у нас здесь в основном маленькие дети. А спортивный комплекс, кто будет заниматься этим, ну, вряд ли. Оно просто будет стоять и ни для чего не нужно. По словам жильцов дома, вопрос благоустройства дворовой территории обсуждался на собрании собственников. Жильцам было предложено выбрать подходящие варианты детской площадки. Но вместо желаемых горок и песочниц установили спортивные турники. Возводилось это вечером все и очень быстро. Это поставили, замазали, уехали. Оно сделано с нарушениями полностью здесь и оно разрушается. Оно рассыпается полностью. Тот комплекс, он идет с нарушениями. То, что он травмоопасный по земле. Под спортивным комплексом должно быть ударопрочное покрытие, не щебень. Двор 11-го дома по проспекту Мира – это часть квартала номер 2. В него также включен ряд домов по улице Вити Коробкова, проспекту Октябрьскому и улице Держинского. Спортивная площадка с резиновым покрытием финансировалась по адресной программе благоустройства. Стоимость проекта порядка 390 тысяч рублей. Было обращение, что там стоит старый комплекс. Он уже как бы себя изжил, в неприглядном виде находится. Его нужно заменить. Вот каких-то конкретных предложений. Как бывает, люди обращаются с конкретными предложениями, что они хотят. Мы встречаемся, предложения свои людям показываем. Всегда готовы пойти на общую работу. Но вот такой ситуации здесь не сложилось. В этом году в квартале номер 2 начались работы по комплексному благоустройству. Был разработан эскизный проект, согласно которому территорию поделили на несколько площадок. Спортивную, игровую, хозяйственную и другие. Реализовать задуманные изменения можно несколькими путями. Через программы поддержки местных инициатив, формирование комфортной городской среды и муниципальный бюджет. Адресная программа по благоустройству в городе, она формируется по заявкам депутата в городской думе. У нас 34 округа. По каждому округу работает депутат. Он работает с населением. Люди обращаются к депутату. Потом люди обращаются в департамент городского хозяйства. В ДГХ также пояснили, что спортивная площадка находится на гарантии. И подрядчик обязан своевременно устранять неисправности. Как только позволят погодные условия, резиновые покрытия отремонтируют. Дарья Цапорыгина, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Сотрудники ЗАГСа заполнили в этом году гораздо меньше документов, чем в прошлом. Жители Сарова неохотно вступали в брак. Малышей за 11 месяцев родилось тоже меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А вот умирали и разводились в этом году больше. Как отметила Марина Егорова, очень много пар расторгли брак по обоюдному заявлению. Год, два года и люди приходят заявление подавать. Начинаешь их спрашивать, в чем причина. Недопонимание или нет согласия какого-то. У кого-то квартирный вопрос. 345 семей распалось в этом году. Но стены ЗАГСа помнят и счастливые случаи. Пришла пара подавать заявление на развод, но передумала. Были случаи, когда от нас, не подавая заявление, то есть они почти час в фойе посидят, и она поплачет, и он, смотрю на эмоциях, ушли, потом смотрю, ребенок родился. К перемене персональных данных саровчане также стали относиться более ответственно. Может быть, на это повлиял размер госпошлины, который сейчас составляет 1600 рублей. Фамилию, кстати, меняли чаще, чем имя. Теперь с этой пошлиной люди действительно более осознанно к данному вопросу поступают. Но в любом случае, по сравнению с периодом 2017 года, на этот же период времени, 39 было в 2017 году записей о перемене имени, 39 на сегодняшний год. Год еще не закончился, и есть шансы, что статистика будет положительной. Повысится рождаемость, пары станут чаще узаконивать свои отношения, а люди будут жить дольше. Елена Грискова, Владимир Лисик, служба новостей, СОРО, 24. При уборке снега с городских территорий существует четкая очередность. После обильных осадков специальная техника первым делом выезжает на центральные магистрали и автомобильные дороги, по которым ездят общественный транспорт и большой поток машин. Потом приступают к очистке остальных дорог и тротуаров. Хорошо очень убирают дороги, ну, в общем, нормально. Как будто бы и занимаются уборкой, но зачастую там, где людям необходимо перейти, это именно переходные моменты, да, вот в дорогах, почему-то, наоборот, там всегда куча. Чистят, чисто, на остановке, например, около пешеходных переходов вижу, что чистят. Когда снег вот был, допустим, вот каша была, ну, можно было бы, конечно, это немножко убрать бы. Не хватает то ли техники, то ли руководства, то ли чего-то. Ответственность за уборку внутриквартальных территорий, а именно дворовых зон, площадок, тротуаров и дорожек, несут управляющие компании. После обильного снегопада придомовые территории и проезды должны быть очищены от снега в течение суток. Ну, это же от дисциплины водителей зависит. Тут, конечно, вот если бы им удобно было убирать, я вообще удивляюсь, как они умудряются убирать во дворах, когда там набита машина. Мне так нравится в городе и после снегопада, и до снегопада. Я просто люблю жить. Опрос жителей показал, что саровчане в целом довольны. Уборкой города от снега сохранится ли такая тенденция впредь, покажет время. А с вами работала Дарья Цапорыгина, Артемий Глазков и Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Шестов Максим в акции «Протяни руку помощи» участвует второй год. Ему еще и не исполнилось и 14 лет, но мальчик точно знает, как домашние животные попадают в трудную жизненную ситуацию и оказываются в приемнике для животных. Берут маленьких котят, они вырастают, и уже кошки становятся им ненужными, они относят их в приют. Поэтому я думаю, что надо помогать, чтобы эти животные жили долго. В прошлом году сбор средств для приемников в школе-интернате номер один прошел только в классе, где учится Максим. В этом году акцию «Протяни руку помощи» расширили до масштабов целой школы. К вопросу подошли основательно, нарисовали стенгазету, составили список необходимых вещей и товаров. В данном проекте это формирование чувства ответственности за животных, за тех, кого они приручили. И если так случается, что животные остаются без дома, без крова, без родителей по разным причинам, то наша задача достучаться до детских сердец, чтобы они откликнулись и помогли. Ежедневно клетки и вольеры пополняются новыми жильцами. По словам сотрудников приемника, акции, подобные той, что провели ученики школы-интернат номер один, позволяют не просто выходить брошенные животные. Это дает шанс бездомным кошкам и собакам провести в тепле и безопасности как можно больше времени. А значит и шанс найти новую семью. После изменения системы финансирования городского приемника для бездомных животных, кошек и собак придется выпускать на улицу через 10 дней. На расходы по их передержке в городской казне средств заложено не будет. Своё видение решения этой ситуации предложила некоммерческая организация «Подари жизнь», которая занимается социализацией безнадзорных животных в обществе. Свыше 10 суток мы готовы предложить администрации содержать при её содействии. Содействие заключается в следующем – представлении помещения для организации передержек. Если раньше животные жили в приемнике и ждали своего хозяина, то теперь денег будет хватать только на отлов и стерилизацию. Руководство, медицинские персоналы, волонтеры, организации «Подари жизнь» готовы оказывать уход и полное ветеринарное сопровождение. Осмотр, диагностику заболеваний и другие необходимые процедуры. Силами волонтеров движения за месяц новый дом находят до 30-40 кошек и собак. В семьи пристраиваются животные уже социализированные, по большей части стерилизованные, вылеченные. Так что проблем с животным очень мало, практически их нет в новых семьях. Буквально несколько дней назад в городе открылась ветеринарная клиника «Свой доктор» с круглосуточным стационаром. Она оснащена всем необходимым оборудованием, аппаратом для ультразвукового исследования, комфортной смотровой комнатой, операционной и лабораторией. Новая клиника занимает муниципальные помещения площадью свыше 100 квадратных метров. Животные не должны быть бездомными, они должны быть здоровыми. Если заболели, соответственно, мы должны всегда иметь возможность их вылечить. И при этом, естественно, всегда должен быть у человека выбор. Либо он идет в службу обычную государственную, либо он идет сюда. Врачи клиники «Свой доктор» тесно сотрудничают с волонтерами приемника для бездомных животных. На плечах неравнодушных к судьбе кошек и собак лежит огромная ответственность. Животных нужно кормить и лечить, а на это необходимы немалые средства. Причем медицинское сопровождение требует наибольших вложений. В клинике «Свой доктор» врачи осматривают животных приемника практически бесплатно. А необходимую процедуру стерилизации проводят с 50-процентной скидкой. Все животные бездомные рождаются дома. То есть есть такая проблема, что некоторые люди разводят животных в больших количествах, а потом не отвечают за их потомство. И просто они оказываются или на улице, или в приемнике. Клиника «Свой доктор» работает в тестовом режиме с 8 утра до 5 вечера. В скором времени начнет функционировать круглосуточно. Получить консультацию квалифицированного ветеринарного врача и другие необходимые процедуры можно по адресу улица Зернова, 65. Дарья Цапорыгина, Владимир Лисик, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24. Более ста молодых сотрудников, активистов молодежной организации при правкоме ВНЕФ решили создать свое видение будущего профсоюза ядерного центра. Разделившись на группы, они спорили, обсуждали, выделяли плюсы и минусы, разрабатывали концепцию молодежной профсоюзной организации. Корпоративная философия – это неотъемлемая часть, фундамент любой организации. И есть множество статистик, подтверждений того, что организация, которая обладает своей миссией и своими ценностями, она работает эффективнее. Профсоюз сегодня задумался тоже о разработке собственной миссии и ценностей, поэтому обратился к молодежи. Что важнее в профсоюзе – человек или команда, чьи интересы защищает организация? Зачем нужен профсоюз? Много острых вопросов и еще больше смелых ответов на эти вопросы. Но организаторы семинара не боялись новаторских идей, а даже ждали от молодежи активности. Это было бы здорово. Нет, вот в этом плане, значит, ну лично я, допустим, вот этого не боюсь, а только за. Результатом работы пяти групп стали доклады о том, как они видят современную профсоюзную организацию, какими должны быть ценности профсоюза, а главное, в чем ее актуальность для работников. Мнение некоторых докладчиков вызывали дискуссию в зале. Лучшую концепцию не выбирали. Каждая из представленных разработок будет детально рассмотрена в правкоме. Профсоюз – это все-таки равенство всех, и поэтому каждое мнение будет услышано. Конечно же, на базе этого мы будем дальше работать и вырабатывать свои какие-то тезисы, правила и какие-то документы. На данный момент планируется создание декларации. Работа семинара в рамках проекта «Школа молодого профсоюзного лидера» показала, что молодежь открыта для перемен и ждет их. Насколько готов профсоюз к реформе, покажет время. Елена Грецкова, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей. Сарова, 24. Воздушная японская архитектура, национальные костюмы и другие атрибуты этой восточной культуры представлены в новой выставке. Педагоги и воспитанники архитектурного отделения Дыши тщательно изучили специфику искусства страны восходящего солнца и отразили ее в своих работах. У культуры Японии особая философия, особое мировоззрение. Они совсем по-другому смотрят на мир. Мы пытаемся открыть японскую культуру через архитектуру. Детям нравится архитектура Японии. Они сразу обращают на необычные крыши японских пагод, называют их улыбающимися. Выставка посвящена году японской культуры в нашей стране. Воспитанники детской школы искусств выполнили свои работы в графике, а также в форме плоскостных и объемных макетов. На создание некоторых экспонатов у юных архитекторов ушел практически год. Мы попробовали новую такую технику, как объемная иллюстрация. Вот на макете представлено. То есть создается несколько планов, и каждый план вырезается из бумаги, и потом это составляется, получается объемная иллюстрация. Они называли ее 3D-иллюстрацией. Перед тем, как на свет появляется сложный архитектурный макет, проходит несколько этапов. Одна из первостепенных задач – придумать тематическую сказку и нарисовать к ней иллюстрацию. И только потом приступить к воплощению в жизнь итогового варианта. Япония, она такая нежная, сливается с природой, потому что для них это очень важно – природа, архитектура, все должно быть в гармонии. Увидеть экспонаты выставки можно будет до конца января. В новогодние праздники в Музее народной игрушки пройдут тематические мастер-классы, посвященные японской культуре. Дарья Цапорыгина, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Творческий праздник вызвал необычайный интерес у профессионалов, любителей, учеников детских школ искусств. Все они отметили высокий уровень организации фестиваля в Сарове. Я посещал очень много выставок, очень много симподиев и так далее, выездных фестивалей. Могу сказать точно, Саров сделал супер-фестиваль, на который хочется ездить. Главной темой фестиваля стало творчество Александра Сергеевича Пушкина. Герои сказок великого поэта нашли свое отражение в представленных работах. Это очень здорово, что тематика разнообразная, и каждый раз мы видим вот такие замечательные работы, которые позволяют нам думать о том, что глина – это удивительный материал, и она на самом деле живая. Фестиваль традиционно проводился на базе детской школы искусств номер 2, которая в этом учебном году отмечает свое 25-летие. Стержнем нашей работы является народное искусство и возрождение народных традиций. Именно поэтому в 90-х наша школа выступила инициатором возникновения в городе такого фестиваля, и вот она до сих пор остается. На торжественной церемонии закрытия 8-го областного фестиваля керамики «Живая глина» победители и призеры получили дипломы и памятные подарки, а приятным сюрпризом для гостей вечера стало выступление образцового ансамбля «Горница». Екатерина Опенова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24. Среди любителей домашних животных существует такое понятие, как мода на ту или иную породу. Если недавно самыми популярными считались шотландские кошки, то сегодня им на смену пришли брутальные мейн-куны. Несмотря на грозный вид и внушительные размеры, представители породы очень привязаны к хозяину и славятся своим ласковым характером. Животные, знаете, живут как члены семьи достаточно. Они, хотя на вид кажутся большими, крупными, даже взгляд очень агрессивный такой бывает. Но, как я всегда всем говорю, внешность не соответствует действительности, потому что характер у нас только они ласковые, активные, любят играться, гладиться. Любовь моя с первого взгляда была к этой породе. Курильский бобтейл – аборигенная российская порода. Представители этого вида легко отличить от остальных. У них очень маленький хвост. Питомцы Евгения Чекина имеют титулы чемпионов в своей породе. Кошки вообще добродушные, очень преданный хозяин. Причем понимают команды, то есть такие общительные. Всего в каталоге международной выставки кошек 90 участников. Это сиамские кошки, курильские бобтейлы, шотландцы, бенгалы, мейн-куны и многие другие. Выставка «Зимняя сказка» имеет статус международный и соответствует стандартам Всемирной Федерации Кошек. Все люди, которые занимаются разведением кошек, они, конечно, на выставку приходят с определенной целью, чтобы кошку посмотрел эксперт, оценить ее породные данные, использовать ее в разведении, эту кошку, либо не использовать в разведении. То есть выяснить для себя какие-то вопросы. Выставки кошек проходят в двух форматах. Первый – это анонимные судейства. Когда животные проходят процедуру оценки, по итогам которой составляется описательный лист и присваивается титул. И второй формат – это формат рингов. То есть есть ринги монопородные, то есть как бы ринг одной породы, где соревнуются животные одной породы. Есть так называемые ВЦФ-ринги взрослых животных, где присутствуют только взрослые животные, домашних животных, кастратов, молодых, ринг молодых. Посмотреть на пушистых питомцев пришли соровчане от мала до велика. Некоторые кошки даже шли на контакт со зрителями и давали себя погладить. Дарья Цапорыгина, Владимир Лисик, служба новостей Саров, 24. Пиратский квест начался в творческой мастерской. На мастер-классе мальчишки и девчонки научились делать текстильную куклу без ниток и иголок. Аккуратно закручивая в валики кусочки ткани, ребята за каких-то полчаса изготовили морского разбойника. И завязываем кожу на поясную. Ни одна деталь образа пирата не была упущена. Тельняшка, жилетка, черная борода, длинные волосы и повязка на голове. Ребята старались смастерить поделку как можно быстрее, чтобы наконец увидеть своего пирата. Яркие заготовки и простая конструкция позволили в короткое время сделать игрушку, которую воспитанники школы-интерната взяли с собой на память о квесте. Эта куколка очень похожа на Джека Воробья. Ребята с радостью ее сделали, потренировались в навыках работы с тканью. Дома не всегда такое можно сделать. Были все рады и довольны. Ребят ждали увлекательные морские истории и настоящие пиратские испытания. Квест для гостей придумали активисты клуба «Мечта». Изучив историю известных пиратов, они придумали для участников конкурсы на ловкость, смекалку и сообразительность. Встречал мальчишек и девчонок сам Джек Воробей. Ребята познакомятся, кто такие пираты, знаменитые пираты истории, которые существовали на самом деле, реально в мире. И немножечко попытаются вжиться в роль пиратов, испытать на себе, что такое пиратская жизнь. После небольшого испытания на умении держать равновесие во время качки, ребята отгадали пиратские ребусы и получили числовой шифр. Цифра кода – это номер станции, где участники квеста должны были пройти испытания. На каждом этапе детям рассказывали о самых известных пиратах и учили премудростям разбойничьего дела. В одном из конкурсов пришлось распутать морские узлы, в которые запутались участники команды. Каждый конкурс пиратского квеста стал для мальчишек и девчонок не только увлекательной игрой, но и познавательной викториной об истории пиратства. Елена Грицкова, Артемий Глазков, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24. Теплый дом или Центр социальной помощи семье и детям на протяжении 10 лет помогает семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. У ребенка снизилась успеваемость в школе, в теплом доме его подтянут по всем предметам. У родителей ночная смена на работе или командировка. За ребенком во время отсутствия родственников будут присматривать воспитатели и педагоги. Применяем разные технологии и в работе, чтобы детям было комфортно и интересно находиться у нас, чтобы родители были спокойны за то, что здесь, в этом уютном центре, им помогут преодолеть какие-то препятствия. Педагоги применяют новые формы обучения и развития своих подопечных. Проводят творческие мастер-классы, устраивают совместные спектакли и концерты. Жизнь воспитанников теплого дома наполнена различными конкурсами, экскурсиями. В этом году руководство реализовало давнюю мечту. Особенно радостно то, что в сентябре этого года мы адаптировали свое учреждение для маломобильных граждан. То есть мы стали доступны для детей-инвалидов, для взрослых-инвалидов. В преддверии первого юбилея особенно ценны отзывы тех, кто на протяжении нескольких лет тесно сотрудничает с теплым домом. Это реально большая семья. И мы очень рады, что мы вообще в этой семье. А здесь, я говорю, по каждому действительно зову, по каждому звонку у нас идет помощь. Сейчас полным ходом идет подготовка к празднованию 10-летнего юбилея, которое пройдет 19 декабря. Готовятся не только руководство, но и педагоги, и воспитанники. К 70-летнему юбилею детская музыкальная школа подошла с солидным багажом прославленных музыкантов, вокалистов и преподавателей. К праздничному концерту отобрали только самые лучшие номера из репертуаров всех отделений ДМШ. Открывал концерт сводный оркестр двух городов. Наш концерт был открыт совместным проектом двух музыкальных школ. И я с гордостью хочу сказать, что в нашей Нижегородской области это первый проект, первый совместный детский проект, играли два оркестра. Это духовой оркестр детской музыкальной школы города Павлова и наш симфонический оркестр. Эксперимент удался. По словам директора детской музыкальной школы, самым сложным в этом номере было найти время для сводной репетиции. Но несмотря на трудности, праздничный концерт начался с оваций. Подарок, который был вручен Наталье Захаровой, главой администрации, тоже удостоился бурных аплодисментов. Еще приятно вручить вот этот замечательный сертификат на сумму более полумиллиона рублей, на что потратить эти деньги – вопрос решенный. Средства пойдут на обновление материальной базы учреждения. Мы хотим закупить духовой оркестр, очень много духовых инструментов, и обновить русский народный оркестр, потому что инструментам более 50-60 лет, на которых играют детки, конечно, они уже просто пришли в негодность. Рубеж в 70 лет детской музыкальной школы имени Балакирева пройден. Многое за это время сделано, и в будущем, по словам директора Натальи Захаровой, предстоит тоже немало. Развивать школу, открывать новое отделение, которое позволит саровчанам всех возрастов учиться музыке. Формат новогоднего семейного карнавала давно стал традиционным. Сначала те треизованные представления, которые подготовили участники клуба молодой семьи, а потом конкурс карнавальных костюмов. И вот в этом дефиле могут принять участие детки с самого рождения. То есть для них специальная номинация у нас есть, называется она «Киндерформат». Дети постарше вместе с родителями могут проявить свою фантазию и творческие способности в нескольких номинациях. Карнавальный креатив, сказочный персонаж, бабушки-сундук и символ года. Жюри оценят оригинальность идеи и мастерство исполнения костюма. Каждого ребенка ждет небольшой, но сюрприз. А самое главное – хорошее настроение. Ведь правильно говорят, с каким настроением ты встретишь Новый год, так и проведешь следующий год. Поэтому мы постараемся сделать так, чтобы настроение у всех было хорошее. Очень хочется, чтобы всем людям в следующем году обязательно повезло. Все желающие могут присоединиться к новогоднему представлению и принять участие в конкурсе карнавальных костюмов. Подробности можно узнать по телефону 99 108. Елена Грецкова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей СОРУ-24. Важная задача, которая стоит сегодня перед детскими садами – приобщение малышей к спорту и здоровому образу жизни. Для этого и проводят подобные соревнования. Наряду с малышадой воспитанники детских садов принимают активное участие в зорничке и эстафетах «Мама, папа, я – спортивная семья». Вы бы видели, как радуются дети, когда они выигрывают. И даже когда они проигрывают, если раньше они плакали, сейчас они дают себе установку на победу в следующем этапе соревнований или в следующих мероприятиях. Малышада 2018 собрала самых сильных и ловких ребят из старших и подготовительных групп 5-го, 41-го, 30-го, 19-го, 43-го и 16-го детских садов. Сегодня мы очень удивлены. В этом году у нас в финал не вышла наша команда 44-го детского сада, которая на протяжении 4-х лет становилась призюрем, победителем областных соревнований «Малышада». В этом году по каким-то причинам для нас неизвестным они не вышли даже в финал. Ну, значит, другие есть претенденты, другие команды были подготовлены. В финале ребятам предстояло пробежать 6 эстафет. Малыши демонстрировали хорошую физическую подготовку, скорость и выносливость. С удовольствием участвовали во всех соревнованиях, болели и поддерживали игроков своей команды. В результате самыми быстрыми оказались воспитанники детского сада номер 30. Мы очень долго тренировались, и когда мы второй раз, ой, четвертый раз победили, вот тогда я почувствовала счастье. Сейчас воспитанники 30-го детского сада приступают к усиленным тренировкам, ведь весной следующего года им предстоит отправиться на областной фестиваль «Малышиада», где они встретятся с сильнейшими командами других городов и районов Нижегородской области. Игроки команды школы номер 5 подошли к участию в турнире серьезно. Они разработали целую систему условных обозначений. С их помощью ребята смогли запутать соперника и одержать победу в схватке. По итогам соревнований участник команды пятой школы Василий Морозов был признан лучшим тактиком турнира. Я думаю, что нам позволило выиграть все-таки слаженность, командная тактика и дух победы. Мы настроились все-таки только на победу. В младшей группе первое место завоевали воспитанники военно-патриотического клуба «Разведчик». Команда молодежного центра заняла второе место. На пути к финалу ее участники не проиграли ни одной встречи и только в заключительных поединках уступили сопернику. Настоящий бой какой-то. Бегаешь, воюешь, это интересно. Финальным играм Кубка Александра Невского по спортивному «Лазертагу» предшествовали два отборочных тура. В них приняли участие 20 сборных. Претендентов на победу условно разделили на команды старого и нового района. Спортивный «Лазертаг» развивается на платформе страйкбола, как начальный этап подготовки ребят младше 14 лет. Цель турнира – это военно-патриотическое воспитание, его популяризация. Популяризация среди молодежи тактических видов спорта. Это попытка оттянуть их от компьютера, заменить компьютерные игры «Войнушку» на вот такой вариант, вариант с «Лазертагом». Ну и, конечно, это военно-тактическая подготовка молодежи. Все победители и призеры турнира по «Лазертагу» были отмечены медалями, командными кубками и памятными призами. В этот раз тренерский состав «ИКАР» сделал упор на младших воспитанников. Детей, которые еще совсем недавно занимаются в отделении прыжков на батуте, акробатической дорожке и двойном мини-трампе. Для многих из них это первое выступление за пределами нашего города. Мы первый раз выехали, конечно, в шоке были они там от увиденного. Ну, первый раз на выезде. Вообще, другой трамплин, все-таки другой снаряд, привыкать надо. Максим Синицкий занимается в спортивной школе только два года. До этого мальчик пробовал свои силы на городских соревнованиях. В Нижнем Новгороде он занял третье место. «Мне было совсем не страшно. Мне даже было интересно соревноваться с другими ребятами». Диплом третьей степени провезла еще одна юная воспитанница детско-юношеской спортивной школы Таисия Рычкова. «Там был двойной мини-трамп, там надо было делать первый разряд. У моего возраста девочек было 16, нас было очень много. Я очень волновалась, надеялась, что получила какое-нибудь призовое место и получила его». Таисия рассказала, что за два года занятий в спортивной школе уже не раз участвовала в городских соревнованиях. Ее очень привлекают прыжки на батуте, и девочка гордится своими спортивными достижениями. К первенству Нижнего Новгорода Таисия упорно готовилась. «Вот когда я тренировалась, я всегда думала, как это делать. Я всегда что-то там в голове крутила, вертела, и у меня получилось это». Впереди у юных спортсменов первенство в Сарова по прыжкам на батуте. Оно пройдет уже в ближайшие выходные. А 22 и 23 декабря в нашем городе состоится чемпионат и первенство области по этому виду спорта. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова